Добрый вечер, примбум эфире на телеканале Перец. Программа «Что случилось?», я Вячеслав Голубев. И прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить, что нас можно смотреть и онлайн на сайте tvk6.ru. Необходимо нажать красную кнопку «Смотреть онлайн». И если вы что-то пропустили, не беда, все наши выпуски можно найти в группе программы «Что случилось?» во ВКонтакте. Коротко о самых главных событиях. День интернета. Отдадут ли люди нам свои гаджеты? Скоро открытие. Шатер-гинфинария почти готов. Капуэра. Боевое искусство или спортивное единоборство? Кстати, Капуэра сегодня продемонстрирует нам наши гости. Ну что ж, обо всем по порядку. А вы сделали прививку от гриппа? По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю жители Красноярского края стали больше болеть. Только за последнюю семидневку в медицинские учреждения края обратилось более 12 тысяч человек. Практически у всех один диагноз – ОРВИ. Поэтому, друзья, укрепляем иммунитет, не забываем про полезные продукты и закаляемся. Раз уж такое дело, мы решили выяснить у горожан, а как они поддерживают свой иммунитет и борются с простудой. Весь город болеет. Что делать? Не знаю. Я не обращаю внимания на болезни. Уже 15 лет не болею ничего. Вам везет. Ну а все-таки как вы сохраняете свое здоровье? Спортом. Нужно витамины кушать. Прививки ставят бесплатные. Ну, по крайней мере, все равно точно ставят бесплатные прививки. Ты поставил? Да. Очень хорошее средство зимой – это бассейн. Несмотря на то, что вроде как бы мокрый и опасно, да, на самом деле нет. Поплавал, все, что нужно, вымылось из организма. Чай с медом пить, лук есть. А вы как думаете? Я думаю, нужны антибочки какие-то. По городу ходит какая-то заразная ботсу. А что делать, чтобы не заболеть? Ну, наверное, стандартно. Закаливаться как-то, да. Как в садике носили чесноки на шее. Это как? Это чтобы от вампиров, по-моему, спасало, нет? От простуды считается. В наше время очень оригинально. Мало кто сейчас следит за собой. Все стараются полегче одеться, покрасивше. Но здоровье-то, оно кроется там. Не за красотой оно кроется, а за теплотой. Вот уж что правда, то правда. За теплотой кроется здоровье. Ну и к другим темам. Пересел и сэкономил. Еще на 12 автобусных маршрутах начала действовать скидка на пересадку. Их номера вы сейчас видите на экране. Напомню, если пассажир рассчитывается за проезд транспортной картой и в течение полутора часов садится на другой маршрут, неважно, трамвай, это троллейбус или автобус, билет ему обходится на 2 рубля дешевле. Ориентир для бережливых, табличка на лобовом стекле проезд с пересадкой. Чтобы узнать все номера экономичных маршрутов, заходите на сайт администрации города в раздел «Актуально». Велодорожка в нашем городе однозначно быть. Активистам движения «Городской велосипед» удалось добиться включения велодорожек в транспортную схему города. Первая очередь велодорожек, по словам активистов, должна появиться в Красноярске к 2019 году. Вторая аж к 2035-му. Этот процесс далеко не быстрый. Европейским городам на внедрение велопутей понадобилось 50 лет, поясняют участники движения «Городской велосипед». Вчера на партизанах «Железняка» столкнулись два легковых автомобиля. После аварии один из автомобилей вылетел на пешеходную зону, точнее на «Зебру». В тот момент там оказались люди, но они успели отскочить. Подробнее об этом в проекте «Дорожный войн» из Красноярска. Улица Мусоргского. Водитель с регистратором простодушно принялся с дороги уходить налево. В это время рулевой позади идущей иномарки пошел на обгон машины с автофиксатором. Произошло столкновение. Обгонявший автолюбитель потерял управление и улетел на обочину. Скорее всего, автор ролика просто не посмотрел по зеркалам, прежде чем начать свой маневр. Накануне вечером на улице «Партизана Железняка» в районе краевой больницы столкнулись две легковушки. «Лада Приора» ехала в сторону Белинского, когда перед ней со встречной полосы вывернул «Ниссан». Иномарка получила сильнейший удар вбок, после чего ее вынесло на пешеходный переход. Люди, переходившие дорогу, успели отскочить. По словам очевидцев, водитель «Приоры» перед столкновением проехал на запрещающий сигнал светофора. На выходных на пересечении проспекта Свободного и улицы Высотной случилось серьезное ДТП. «Шевроле» Нива, двигавшаяся по Свободному в сторону Керенского, столкнулась с «Тойотой Калдиной», которая ехала с улицы Высотной в сторону улицы Годенко. В результате аварии «Калдина» отлетела в столб уличного освещения. Водителя иномарки, по словам очевидцев, зажало в салоне автомобиля. После того, как пострадавшего извлекли, он был доставлен в больницу. По предварительной информации, рулевой шови Нивы выехал на перекресток на красный свет. К тому же оказалось, что он был мертвецкий пьян. Алкотестер показал 1,2 промилле. Новость, которая будет интересна автолюбителям. На коммунальном мосту появилась камера фиксации нарушений. Она регистрирует не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу. Камера охватывает все шесть полос движения в обоих направлениях. Прибор фиксации установили здесь из-за частых аварий на переправе. К слову, Красноярск занял второе место по аварийности в России. Такие печальные данные были получены в результате статистического исследования одной из крупнейших страховых компаний. Кстати, в прошлом году мы были третьими. Первое место по неаккуратной езде получила Пермь. А вот самым неаварийным городом страны признан, как и год назад, Белгород. Ждали-ждали и вот вроде бы дождались. Открытие передвижного дельфинария возле торгового центра «Комсомол» запланировано на начало октября. Точная дата пока неизвестна. Но на данный момент рабочие уже полностью смонтировали купол. Нужно сказать, что открытие неоднократно откладывалось. Надеемся, что в этот раз все сложится и мы вместе с вами уже скоро насладимся представлениями с участием этих удивительных водных созданий. Ну а в нашей студии гости, настоящие капуэристы. Правильно я говорю, ребята? Да, правильно. Итак, представляю. Во-первых, это Иван Шаленко, бронзовый призер чемпионата мира по капуэро. Во-вторых, Екатерина Белова, ученица капуэро. Правильно? И Артем Молков, тренер по кроссфиту, но и плюс ко всему еще занимается капуэро. Ребята, вот расскажите, как долго нужно учиться вообще капуэру, чтобы элементарными техниками овладеть? На самом деле учиться нужно недолго. Чтобы научиться делать колесо, либо какие-то базовые удары, элементы, это просто первое занятие. За первое занятие колесо все учатся делать. Вот, что-то более сложное, какие-то более сложные удары с разворотами, это, конечно, уже дальше. Но зависит уже от человека, как он занимается, как стремится заниматься. Эффективно ли капуэро в плане самообороны? Вот изучил капуэро, вышел на улицу и никого не боишься. Тут, знаете, такой момент, если человек... Вообще все занимаются у нас и ОФП, и растяжкой, и ударами, и получается, что все капуэристы, они подготовлены. Если человек не растеряется, то он может применить свои умения и использовать это как боевой аспект, и победить кого угодно, если он не растеряется. А если растеряется, то может и получить. Можно ли обладать какими-то техниками, например, просматривая какие-нибудь видеопособия, скажем, в том же самом интернете? Да, на самом деле у нас многие капуэристы, в том числе и я, научился некоторым элементам именно на Ютубе. Потому что нет возможности было учиться у каких-то более квалифицированных тренеров. И когда ты достигаешь определенного уровня и хочешь учиться дальше, тебе интересно, ты ищешь учителей. Например, в Красноярске у нас в то время не было учителей, и мы все видео смотрели на Ютубе. И там все четко, понятно объяснялось, конечно, на английском языке, но мы повторяли, и все было как надо. Друзья, мы еще обязательно продолжим общаться с нашими гостями, они нам еще покажут парочку финтов. Ну а сейчас хотелось бы сказать о том, что сегодня в России празднуется День Интернета. Порядка 90 миллионов человек каждый день пользуются глобальной паутиной. Что в нем такого? И могут ли красноярцы с легкостью отказаться от интернета? Узнаем в следующем материале. Я пользуюсь интернетом для общения со своими друзьями, знакомыми, для возможного знакомства с кем-то. Ты вообще зависим от интернета? Ну конечно, я уже не знаю, если телефона даже не было бы, я бы уже даже в интернет не выходил бы, это уже все было бы, наверное. Ну можно сказать, что зависим, потому что постоянно общение с друзьями, то есть и по работе, и там просто пообщаться, то есть, ну практически постоянно онлайн. Очень часто зависаю, надолго даже бывает. Ой, вы знаете, я вообще нигде не зарегистрирована, меня нигде нет. Ни для кого не секрет, что в наше время гаджеты очень популярны. Благодаря этому мы стали более мобильны, но все чаще зависаем в интернете. Мы решили узнать, что думают об этом известные лица нашего города. 90% моего присутствия в интернете, это все связано с моей работой. Ну а так, в течение дня я могу постоянно находиться в соцсетях и все эти странички открывать время от времени, смотреть новости, смотреть информацию, которая поступает, сообщения и так далее. Ты бы смог бы вообще сейчас взять и отдать нам свой телефон до завтра, то есть, зависим ли ты от своего гаджета? Я очень зависим от своего гаджета, то есть, остаться без связи, без телефона на день или там на сутки, для меня очень сложно. Я могу вам дать второй старый телефон. Как часто ты сидишь на порно-сайтах? Есть такие. А если мы тебе дали бы аналог, допустим, кнопочный телефон без дисплея, там, собственно, такое бы взяла? Поменяла бы? Да, без проблем, главное, чтобы были контакты, потому что я должна быть на связи. Когда сплю, занимаюсь спортом, меня на ней нет, а так все время телефон под рукой, всегда на связи. А ты бы смог нам отдать свой гаджет буквально на день? Наверное, нет, ну что, как я без него сам? Все же зависимый. Да. Андрей, тебя можно назвать социально зависимым? Конечно, конечно, абсолютно социально зависимый. Андрей, смотри, а ты бы мог бы мне отдать свой телефон буквально до завтра? Да. То есть ты бы смог продержаться, да? Без телефона? Да. Конечно, продержусь. Человек нам смог отдать телефон? Да, дело в том, что у меня их три. Ну а сейчас сдерживаем свое обещание и показываем настоящее капуэро. Настоящее капуэро. В студии программы «Что случилось?» Вперед, ребята. Хорошо, сейчас мы покажем, как нужно играть именно капуэро. Давай. Хорошо, пойдем. Начните, ребят. Начните. Вот, это бесконтактно они играют сейчас. Но в различных соревнованиях, чемпионатах тут есть полный контакт. И можно, да, можно ударить, можно уклониться. И нужно понимать, куда человек бьет, как он двигается, что делает, какая у него стратегия. Поэтому в основном в современном мире капуэро – это как шоу бесконтактное боевое единоборство, а на соревнованиях это уже спортивное боевое искусство. Вот так вот все происходит, да? Да, вот так вот. Что ж, друзья, спасибо, что сегодня пришли к нам. Вот вам маркер. По свежеиспеченной традиции расписывайтесь на нашей стене. Рады были вас видеть в гостях. Ну что ж, а сейчас пришло время подводить итоги розыгрыша. Мы предлагали вам выиграть вот такой сертификат от службы доставки японской кухни «Краб-креветка» на 500 рублей. Напомню, сегодня в России празднуется День интернета. Поэтому вопрос звучал так. Кто впервые нарисовал желтую улыбающуюся рожицу с овальными глазами? Иначе говоря, смайлик. В том виде, какой мы привыкли ее видеть. Ответы мы принимали в группе программы «Что случилось» во Вконтакте. Правильный ответ – Харви Болл или Белл. Его фамилию произносится по-разному. И сегодня первым правильно ответила на вопрос Алена Аненко. Она получает сертификат от службы доставки японской кухни «Краб-креветка». Закажи три ролла, заплати за два. Количество роллов не ограничено подробностей по телефону 218-09-18. Вы смотрели программу «Что случилось?» Далее прогноз погоды и полезные информации. Всем хорошего, Иннатон. И до новых встреч. Заговаривай. Спонсор прогноза погоды – Центр по лечению волос и кожи головы АМД «Лаборатория». Телефон 22-33-202. 1 октября в городе Красноярске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, днем плюс 12. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова